Тюмень спортивная ГТО в Тюмени ГТО это модно ГТО это круто ГТО это стиль жизни ГТО это твой шанс Будь в тренде Будь с нами Подтянись к движению Докажи, что ты можешь Гордись собой Наставь свой личный рекорд Мы с ГТО Мы в движении А ты Подтянись к движению Получи свой знак отличия В мировых женских лыжных гонках Новая сила Об этом громогласно заявила На первом этапе Кубка мира В Финляндии Тюменко Татьяна Сорина Вернувшаяся из декрета Молодая мама Готова встать плечом к плечу С Натальей Непряевой И повести сборную России К новым высотам В то, что Сориной По силам достойно выступить На открытии сезона В финском городе Рука Верилась охотно Татьяна уже по ходу подготовки Не раз доказывала Что готова не просто Вернуться из декрета Но и выйти на качественно Новый уровень Были у нас соревнования Летние Российские соревнования Где она уже показала себя Очень достойно Правильно? То есть Ясно, что человек Находится в хорошей форме Соскучилась по занятиям Вот этот Можно сказать, что Перерыв Очень плодотворно сказался Победив в Тюмени В сентябре на лыжероллерных стартах Татьяна и при переходе на лыжи Не растеряла скорость На контрольных стартах Перед Кубком мира Стала лучше в сборной Опередива даже лидера команды Последних лет Наталью Непряеву И мини-тур Из трех гонок в руки Начала достойно В спринте ей немного Не хватило для выхода В полуфинал А в разделке Классическим стилем Сорина уступила В споре за бронзу Обидную 1,1 секунды Но пусть медаль ушла Стало ясно Что Тюменко сумела Набрать форму Соответствующей мировой элите Ну тут и целый комплекс Во-первых, она родила Это после рождения ребенка Ну и плюс подготовка Муж у нее Тренер Сборной Она у него Ну в общем-то Ей уже и пора раскрыться Тучонка она Талантливая Венчал первый этап Кубка мира Персьют на 10 километров Свободным ходом Первой побежала Норвежка Тереза Йохаук Хороший отрыв Действующего обладателя Кубка мира Не оставлял сомнений В ее победе А вот борьба за серебро И бронзу Выдалась жаркой В отсечке 5 километров Сформировался Пул из 6 спортсменов Среди них была Сорина и Непряева А также сразу 4 шведки Эбба Андерсон Фрида Карлсон Майя Дальквист И Линз Сван Как водится Все решилось На последнем километре В нужный момент Татьяна Вихрем Залетела в сложнейший подъем Который располагается Перед финишной прямой Шведки тщетно Пытались ее достать Надо было кому-то Начинать То есть получается Она не побоялась Пошла Когда они шли в борьбе Они же присматриваются Они ищут У кого какие лучшие качества То есть у кого-то Выживучие едут Кто-то в подъем лучше идет Они же друг друга чувствуют Они прошли всю дистанцию И Кажется Туркиевский Устраивал свою борьбу Мужская сборная России Бруки Без наград тоже не осталось Обладатель Кубка мира Экскюменец Александр Большунов В разделке Занял третье место Серебро взял москвич Алексей Червоткин Правда в решающем персюте Он отстал А вот Большунов Стал вторым Вслед за выигравшим Мини-тур Норвежцем Йоханнесом Клебо Достойно выступили тюменцы Евгений Милов Сумел закончить соревнования На девятой позиции Иван Якимушкин Финишировал тринадцатым Программа была Больше классическая И Иван Якимушкин Тринадцатый результат В этом плане Тоже мне кажется Вдохновляет Спринтит Впервые прошел Квалификацию И участвовал В спринтерских забегах Тоже достойно Второй этап Кубка мира Пройдет в швейцарском Довосе Двенадцатого и тринадцатого Декабря Там к сборной Присоединится Еще один тюменец Денис Спецов Сборная России В посленовогоднем варианте В Тюмени завершился Первый этап Кубка страны По биатлону Среди женщин На котором бежал Целый ряд спортсменок С очевидным потенциалом И более того С солидным опытом Международных выступлений По разным причинам Им не довелось начать сезон На Кубке мира Но своими результатами В жемчужине Сибири Девушки дали Очень четкий сигнал Наставникам О том, что в 2021 В национальной команде Придется потесниться Прежде всего Речь, конечно О Татьяне Акимовой Которая перешла В сборную Тюменской области Отогрелась В комфортных условиях И сходу расцвела Раньше она была По сути Сама за себя Помогали только супруг И главный фанат Маленькая дочка Сейчас же К услугам спортсменки И отличный сервис И тренерский штаб Всегда готовы Прийти на выручку А даже в индивидуальном В виде спорта Команда очень важна По всей дистанции Вели везде тренеры Спасибо огромное Им везде И по судьбе То есть я вообще Была в курсе всего Эти слова Татьяна произнесла После большого масс-старта На 12 километров С четырьмя огневыми рубежами Который венчал программу Первого этапа Кубка России Спортсменок было больше 30 Поэтому на первой лёжке Часть из них уехала На транзитный круг Со второй стрельбы Биатлонистки работали Уже вместе Занимая установки В том порядке В котором пребывали на рубеж Акимова в контактной борьбе Проявила себя отлично Она уверенно держала Хороший темп на дистанции А плюсом к этому Идеально работала на стрельбище Сегодня получился стрельбой Но я с каждой гонкой Всё равно потихоньку Уже вспоминаешь Обретаешь какую-то уверенность И оно приходит постепенно Всё решилось на последней стойке Куда вместе с Акимовой Приехала югорчанка Екатерина Носкова Ранее выигравшая спринт Контактная стрельба Борьба нервов Дрогнула северянка Самочувствие сегодня Было достаточно хорошее Могла работать за Таней Почти все круги прошли вместе Единственное, конечно Обидно Два промаха Могла побороться за победу Но на ошибках учатся Надеюсь, дальше будет только лучше Я думаю, что да Я видела, что Таня закрывает Хотелось тоже попасть И возможно где-то контроль потеряла За спуском Именно за пальцем Дергала И с этим связаны промахи Носкова в итоге удержалась Призера финишировав третий А второй, как и в пассюте Стала Наталья Гербулов Из Красноярского края С одним промахом Она уступила победительнице 33,4 секунды И осталась очень довольна тем Как стартовал сезон Как я раньше стреляла Буквально даже полгода Год назад Сейчас меня прям Радует стрельба Что здесь сходятся все звезды И все получается Помимо призеров Каждая из которых потенциально Способна усилить сборную страны Отметим Тюменку Викторию Сливко Функционально после коронавируса Она еще набирает форму Но стрельбу в Мастарте Показала образцовую 20 из 20 Финишировала Виктория пятой Следующий шажок на пути К набору формы Сливко сделает На втором этапе Кубка России Он также пройдет Жемчужины Сибири С 3 по 6 декабря Без лишней нервотрепки Мини-футбольный клуб Тюмень Пробился в полуфинал Кубка России Хотя Динамо Самара Традиционно неудобный Для сибиряков соперник Попортивший им немало крови В различных турнирах Но очередное двухматчевое Противостояние оппонентов Завершилось довольно буднично О чем говорит и итоговая разница Суммы встреч Плюс 3 в пользу тюменцев В гостях сибиряки добились Комфортной победы 4-2 Понятно, что в мини-футболе Такое отставание отыгрывается Но все равно Хозяева второй встречи Могли чувствовать себя спокойно Но вот как раз этого Тренерам и нельзя было допустить Такие моменты проходили И что в подсознании В голове все равно у них это сидит Но молодцы футболисты Отнеслись к профессиональным К этим вещам И просили, и настроили И дисциплины сыграли На протяжении всего матча Шансов я не видел Чтобы соперника были сегодня Гостей итог первого матча Вынуждал идти вперед А потому пропущенный На третьей минуте гол Стал едва ли не приговором Для дальнейших Кубковых перспектив Олжан Сергей Абрамович Разыграл классическую стеночку С Денисом Неведровым И шансов в Ротарюне оставил Естественно, первый гол Был у нас чуть подбил Чуть-чуть наш настрой Конечно, нельзя было Нам пропускать первыми Мы надеялись на то Что хотя бы один Два ноль мы поведем Чтобы нам было психологически легче Чтобы Тюмень Тюмень тоже занервничала Естественно, этот гол Их чуть-чуть подуспокоил Терять динамовцам По-прежнему было нечего Поэтому они забрали инициативу Чему Тюмень не особо и противилась И давление на ворота Лео Стало очень серьезным Что на 14-й минуте Привело к логичному итогу Секундная расслабленность И позабытый всеми решат котлеров Подарил белоголубым Призрачную надежду Правда, ненадолго Во второй раз Вперед Тюмень вывел Камиль Гериханов После изысканной передачи Абрамовича Он со второй попытки Пробил Василия Белова У нас сегодня не получилась Игра такая вот с огоньком Как это было в первой игре У нас сегодня не было движения Не было какого-то настроя Супер настроя За счет чего Можно было бы там переломить Ход этого противостояния И я думаю, что все по делу Поздравляю Тюмень С выходом в полуфинал Такие матчи играют На другом уровне Но это, наверное, вопрос ко мне И я всю вину За сегодняшнее поражение Беру на себя Видимо, не смог найти слова Для того, чтобы зажечь эту искру В каждом из наших футболистов Безуспешные попытки Взломать оборону Тюмени Заставили динамаксов Уже на десятой минуте второго тайма Перейти к игре в формате 5 на 4 Той самой, что так нервозно Порицал тренер Волжан После первой кубковой встречи Также будем играть И, видимо, опять будем Обороняться Большую часть времени Против подключения вратаря Тюмени Но ничего Это тоже игра Это тоже компонент игры Пока он разрешен Тюмень может использовать это В Тюмени воспользоваться Благодушным разрешением Максима Горбунова На применение компонента игры Который, видимо, должен быть запрещен Не пришлось Было видно, что хозяева Не только в пятером Но и в меньшинстве четко знают Что и как делать Куда бежать И какие направления перекрывать Мы к этому готовились Мы думали, что в первом тайме Не могут поменять В пятером И так было Что они в втором тайме За 15 минут поменялись В пятером мы разбирали эту игру И шансов вообще никаких не дали Были моменты, что они били Но у нас слева На последнем рубеже стояло очень хорошо А впервые проговорили Также дисциплинированно играть Не расслабляться Это самое главное со мной было В концовке Когда судьба путевки в полуфинал Была уже по сути решена Соперники обменялись голами У Тюменцев свой шанс На дальние штанги Подкараулил Сергей Крыкун Точку же в матче поставил Котлеров Досели безупречный Лео С его шикарным дальним ударом Не справился Но вряд ли тем самым Подпортил себе настроение Победу Тюмени По итогам двух поединков 7-4 Ребята старались Просто играть качественно В первую очередь Мы договорились сыграть в обороне Очень дисциплинированно Но пропустили гол Такой, можно сказать Тоже неожиданный И дальнейший все равно Где-то больше стали играть С подстраховкой И немного дали инициативу Выжимали из центра У нас, конечно же Если заметили кадровые потери И Иван Милованов пропускал И Андрей Батрев Только вот Выходит Серега Логин Поэтому Была как бы установка такая Чтобы Немножко Натиск команды Самары Сбавить И Аккуратно Постепенно играть И показывать свою игру Далее в программе Подарок воротарю Сделать не удалось Тюменский легион Дважды уступил На своем льду Причем Второй раз В день рождения Целой половины команды Галкипера Последний крупный Старт сезона В Челябинске Завершился Всероссийский турнир Подзюдо И завершился Успешно Для Тюменской сборной Если есть Хоккей на траве Почему не может быть Волейбола на снегу Относительно Новая забава Находит своих поклонников И в Тюмине Когда совсем не жаль Что такое день рождения Только раз в году Поздравить Галкипера Тюменского легиона Алексея Щетилина С 21-летием Приехал теневой лидер Конференции Восток Нижегородская Чайка Правда Явились Волжане Без подарка А по итогам Двух встреч Покинули Наш областной центр Без турнирных потей Первый поединок Можно обозначить Как встречу Профессоров И студентов Гости наказывали Хозяев Самым радикальным способом За каждую ошибку Будто те сдавали Выпускной экзамен Мы вроде старались Всю игру давить Очень много возили Надо было Где-то попроще сыграть Так сказать Академию устраивали Надо было Это убирать Безусловно Моменты были Они очень хорошо Играют в контратаку Нас это предупреждали И мы разбирали игры Со всеми соперниками Противник кусается Так сказать Борьба Они создают борьбу Надо было постараться Мы выиграли Слава Богу Неприятности начались С просчета Владимира Крикунова На чужой синей линии Во втором периоде То ли бросок То ли пас Был перехвачен Иваном Мурашовым И преобразован В сольный проход К воротам Бросок и счет открыт Далее уже щитили Не разобрался В ситуации У своих владений А Дмитрий Галиакберов Решил еще больше Усложнить своим Оголкиперу жизнь Как результат Андрей Галушкин Закрепил преимущество Пернатых Возможно Тюменцы смогли бы Претендовать на камбэк В заключительном отрезке Но пришло время Ошибаться судьям Главные арбитры встречи Непостижимым образом Просмотрели вот этот удар Клюшкой в лицо Артему Руденко После чего Денис Почевалов Ассистировал Максиму Федотову Опустошенные легионеры Продолжили дарить Подарки нижегородцам Тимофей Климов Оставил шайбу Бесхозный за своими воротами А Федотов и Почевалов Поменялись ролями 0-4 Чайка побеждает С тем же счетом Что и в первом круге Они не отражают Все равно Мы тяжело играли Мы уже С другой командой Нарывались На эти На эти грабли Поэтому Игра простой не была Да, если бы мы В первом периоде Забили Несколько моментов Может быть она И по-другому Складывалась бы Но Так Не забили И до последнего Все-таки Третий и четвертый гол Это уже в третьем периоде Во второй половине Поэтому Просто не было Повторная встреча Выпала как раз На именина Алексея Щетилина Который Несмотря на четыре пробоины Днем ранее Снова занял место в рамке Скажем сразу Доверие тренера Фратарь В очередной раз оправдал Он снова совершил ряд сейвов С приставкой Супер Особенно во втором периоде И все равно Вынужден был капитулировать После добивания От Ильи Федотова Впрочем В третьем периоде Случилось событие Которое по меньшей мере Один человек Ждал больше года Владислав Абрамов Забросил свою первую шайбу В МХЛ Попутно прервав Голевую засуху сибиряков Ну мы отрабатываем Выход из зоны Получается Я увидел что Рома Червин Побежал из зоны Я решил побежать ему в помощь Дольше зашли в зону Рома дал хорошую подкидку Концовка основного Времени матча Могла шатнуть Маятник в обе стороны Но вратаре Обеспечили командам Минимум по одному набранному баллу Увы Бонусное очко в овертайме Досталось чайке Команды за 5 неполных минут Умудрились заработать 12 удалений По 6 с каждой стороны И когда болитеры Обдумывали в голове Как будут хитрить На штрафных бросках Шанса на это их лишил Нижегородец Роман Синицын 2-1 Тяжелый успех Лидера конференции По потерянным очкам Были хорошие моменты Положительные Но также есть отрицательные Что показала Наша вчерашняя игра Четыре голова Тих пропущенных Там ошибки были В индивидуальном плане Больше не технические Именно В мышлении Как-то немножко Срава немножко по-другому Совсем другая голова Была Ну и в принципе Забитый один гол За две игры Это мало Реализация у нас страдает Надо работать Так сегодня Бились до конца И в овертайме В овертайме Были моменты Встречки Где постояли За вратаря Защитили Но у нас Именинник В принципе То, что бойцовские качества Это хорошо Впереди подопечных Кустама Камалова Ждет еще одно испытание Сегодня и в среду Тюменцы Скрестят плюшки С лидером Востока Уже не по потерянным А по набранным очкам Казанским Ирбисом Завершили 2020 На победной ноте В Челебинске Состоялся Всероссийский турнир Подзюдо Среди атлетов До 23 лет Посвященный Памяти призера Центра Олимпийских игр И чемпиона мира Григория Веричева Семь медалей С уральского татами Привезла сборная Тюменской области Успешнее всех Выступила Алина Сергеева Воспитанница Центра Олимпийской подготовки Тюмень Зюдо В категории До 48 килограммов Провела 4 поединка Три из которых Выиграла досрочно В финале Подопечная Андрея Вуколова Двумя приемами Навазаарий Взяла верх Над Ольгой Борисовой Из Санкт-Петербурга Из-за отмены Ряда стартов Сейчас любой Маломальский Крупный турнир Собирает очень Качественный Состав участников Вот и на Челябинском Татаме соперничали Свыше 300 спортсменов Мы первоначально Готовились на чемпионат Алина конечно на Европу Там не получилось Ну поехали на Кубок Веричева В Челябинск Ну и там поборолись Ребята конечно Все хотели Побороться Ну в принципе Боролись Нормально конечно Торвение Народу приехало Очень много 30 регионов Ну как бы это Можно сказать Малая Россия была А на первенство Европы Сергеева не поехала По очень прозаичной причине Без упоминания Которое сейчас Увы Обходится редко Какой сюжет Алину подстерег Коронавирус Еще раз доказав Что не знает исключений Осторожными Надо быть даже Молодым и крепким У меня Были какие-то Небольшие надсмешки Над этим На все маски Вот это вот все Но Самый ненужный момент Так случилось Что это И хватило меня Поэтому сейчас Я более серьезно К этому отношусь И думаю Что уже пора Всем к этому Так относиться Еще трое тюменцев В Челябинске Дошли до финалов Весе до 60 килограммов Шамсудин Умаев До решающей стадии Добрался уверенно Но в золотом поединке Не сумел перетерпеть Москвича Малика Кармова С тренером Посидели Проанализировали Финал В принципе Только в конце Схватки упал Немножко терпения Не хватило Вот А так Борьба вся шла Вот Неплохо Джават Гусейнов Выступавший Среди атлетов До 100 килограммов В финале проиграл Волгоград Сульву Саркисяну Тюменко Валерия Таратунина В категории Свыше 78 В поединке За золото Не смогла справиться С местной Спортсменкой Анастасией Холодилиной Бронзу заработали Алена Володченко Виктория Шнайдер И Любовь Орлова Если спортсмен И тренер Не ездит на соревнования То есть Как-то считается Что работа стоит Ну я думаю Что после Челябинска Все стряхнулись Как бы Как видите Настроение В зале хорошее Тренера все работают Спортсмены Все в зале Турнир в Челябинске Стал последним Крупным событием Для тюменских дзюдоистов В 2020 году А в конце декабря Под елочкой Сибирским атлетам Хотелось бы увидеть главное Нормальный И насыщенный Событиями календарь Хотя и понятно Что с боем курантов Как по волшебству Пандемия никуда не исчезнет Но неопределенность Давит серьезно У меня лично так Что я не могу Долгое время тренироваться Не знаю куда Просто в пустоту Мне как бы Я привыкла Что каждый месяц Какой-то турнир И после турнира Я небольшое время отдыхаю Потом настраиваюсь Опять на подготовку Опять готовлюсь А тут да Как бы непонятно И нужно себя держать в форме И вот-вот говорят Что соревнования Нужно и подводиться к ним Ты к ним подводишься Их отменяют Это Ну я думаю сложно Международная федерация волейбола В 2021 году Планирует первое в истории Проведение чемпионата мира По этому виду спорта На снегу Дисциплина эта набирает Обороты популярности С колоссальной быстротой В текущей ситуации Такая разновидность игры Приобретает еще большую актуальность В Тюмени попробовать Свои волейбольные силы В непривычном зимнем антураже Можно на площадке Возле школы номер 9 Ну он как бы популярен Играть там можно каждый день Все зависит от погоды Погодных условий А также как бы От ребят То есть ребята Приходят, собираемся, играем Если же Как бы вот то что Карантин сейчас все То есть все придерживаются Все равно как бы побаиваются Ребята дома остаются Но так обычно Две команды Собираются Играем Со снежным волейболом Тюмень знакома Пусть и не в солидных масштабах Но соревнования проводились и ранее Понятно, что играющих зимой В течение последних 5-6 лет Ветеранами не назовешь Но какой-никакой опыт У них имеется Я играю здесь уже не первый раз На снегу Начал с 16-го года Как только это началось Есть некоторые ребята Которые непривычно Играть в волейбол на снегу Вот это новая обстановка Другая форма одежды Скользкий пол, зал Как бы сказать И вроде все Даже в самой, казалось бы Благой инициативе Возможны накладки Что касается данного случая То здесь она одна Возможная непогода Все-таки мы находимся в Сибири А не в Центральной Европе Поэтому у тренировок Существует температурный предел Безветренная погода То есть нормально Все при хорошем освещении До минус 15 Ну а бывает, что холоднее Люди все равно приходят И приходят с помощью Нет, если холоднее Мы тренировку заранее Все это обсуждение идет Мы отменяем И либо переносим время Но если минус То есть 16 И погода холодная, ветреная То мы уже не играем Потому что это опасно Обморожение может быть Все такое Любой вид спорта Непредсказуем А уж волейбол на снегу В этом компоненте Может дать фору Многим другим дисциплинам Профессионалы, к примеру Используют специальную экипировку Которая снижает Фактор случайности Любители же находятся В других условиях Да, здесь больше влияет удача Чем, например, в зале Потому что здесь погодные условия Влияют очень много И то, что тут снег есть Некоторые подсказываются Тянутся за мячом при приеме Всякое бывает Есть уже понимание Сейчас заблаговременно Намного выходим на мяч На приеме И расстановка чуть-чуть другая Чем в зале Официальные матчи проводятся В формате 3 на 3 У любителей, естественно Таких жестких требований нет Здесь главное с пользой провести время Выстаивать в очереди В ожидании своей встречи Порой тоже приходится Но не столько Как если бы на площадку Пускали в два раза меньше игроков Костяк основной есть Да Человек 20 Костяк есть Но Постоянно добавляются То есть Новые ребята Которые подтягивают Эти же Кто с общего гостяка Они подтягивают Призывают Как бы Поддерживают здоровый образ жизни Приходят сюда и взрослые Скажем так И дети И студенты И дедушки Бывает Нет Не заходят То есть Как бы Кто умеет играть Они все Играют Очередной Тюменский Любительский турнир Собрал в основном Молодежь Выделялся в этой Компании Игорь Мелехов Очень зрелой игрой Ему 55 Ощущая Ощущая себя Вполне Комфортно Это Эти соревнования Придают сил Энергии Позволяют Поддерживать себя В хорошей Физической форме Бороться с болезнями В конце концов Надо дать должное Организация на высоком уровне Значит Здесь присутствует И музыка Присутствуют Вот эти вот Транспаранты Так сказать С призывами Заниматься Физической культурой И спортом Это конечно же Все добавляет Хорошо Информацию о снежных Тренировках У сетки Можно получить В социальной сети Вконтакте В группе Тюменская Волейбольная Любительская Лига Дружба ГТО в Тюмени Будь ГТО ГТО это модно ГТО это круто ГТО это стиль жизни ГТО это твой шанс Будь в тренде Будь с нами Подтянись к движению Докажи что ты можешь Гордись собой Настав свой Личный рекорд Мы с ГТО Мы в движении А ты Подтянись к движению Получи свой Знак отличия На сегодня у меня все Эту а также много Другой важной Свежей информации О спортивной жизни региона Вы сможете найти На нашем сайте АСНТА.РУ До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова